Михаил Любимов Итак, я вернулся обратно в страну, где мне предстояло провести операцию «Роза». Со мной творилось что-то неладное. В голову приходили дикие мысли. Даже хотелось пойти в церковь. Я же католик, исповедоваться и попросить совета. Не настигнет ли меня кара Господня? Не свихнулся ли я вообще из-за этого дела? Я, который не мог отрубить шею курицы. Это всегда делала Кейт. Я не выношу вида и запаха крови. Слава Богу, об этом никто не знал. Смешно. Потом мне становило стыдно за свои мысли, во что я превратился. Хлипкий, слабодушный слезняк. Вот кем я стал. Меня послала Америка, миллионы американцев, ради которых я живу и работаю. Или я хочу, чтобы в моей стране правили красные? Нет. Подготовка операции была в полном разгаре. Из соседней страны уже перебросили исполнителя, Рона Босо. Я ожидал его в парке целый час. Это было против всех правил конспирации. Появился Рон Босо. Здравствуйте, сэр. Почему опаздываете? Болит голова. Искал кислое молоко, от него боль проходит. Особенно, если это клубничное молоко или еще лучше малиновое. Один стакан у меня уже как штык. У вас никогда не болела голова? Вы осмотрели площадь у клуба. А как же. Хорошее место. А кого я должен пришить? Зачем лишние вопросы? Наверное, конкуренты, шеф. Ваша фирма выпускает аспирин, а другая баферин. Ей нужно перегрызть глотку, да? Примерно. А я не поцелую за это Элика? Кто такой Элик? Электрический стул. Вы работаете не бесплатно. И постарайтесь, пожалуйста, избавиться от жаргонных словечек. Хорошо, сэр. Я ведь из хорошей семьи, сэр. Родители даже хотели отправить меня в Гарвардский университет. Его в свое время окончил Кеннеди. Если вы помните. Взгляните на эту схему. Итак, после выстрела доезжаете до Бакалея. Бросаете машину. Быстро проходите по улочке. Тут пересекаете железнодорожные пути. Здесь вас подхватит другая машина. Нет, по этой улочке я не побегу. Здесь наверняка собаки. Будут лаять, сбегутся люди. Это что за ерунда? Это же самый короткий путь. Меня сцапают. Вы знаете, как они громко гавкают? Ну, устраните. У вас же бесшумный пистолет. Собакой я не могу, шеф. Нет, я не живодер. Знаете, шеф, у меня на ранче полно собак. Пять спаниелей, три сеттера, две дюжные овчарки, один терьер. Веселый такой, похож на белого медвежонка. И так ласково крутит хвостом. Вот так. Вы приезжайте в гости, моя мать будет очень рада. А почему вы думаете, что там обязательно должны быть собаки? Они обожают тихие улочки. А, хорошо. Пойдете в обход. Другое дело. Вот здесь оставите машину. Так. Здесь вас подберет другая машина и доставит на квартиру к одному человеку. Угу. У вас будет свой ключ. Угу. С этим человеком я вас сейчас и познакомлю. Это известный поэт. Поэт? Как здорово. Я тоже пишу стихи. Вот как? Да, у меня был друг, его потом укокошили, извиняюсь, убили. Мы вдвоем писали песни. Угу. А этого поэта ни в чем не подозревают. Квартира надежная. Он солидный человек. С хорошей репутацией. Только поменьше жаргона. Рон, а лучше молчите. Почему? Так надо. Я читал стихи наизусть со школьной сцены, сэр. С ним лучше помолчать. Он сам любит поговорить. Понятно. Не сомневайтесь, я много вращался в высшем обществе, сэр. Я знал лорда Астера. Все будет окей. Что мне делать со швейцарским паспортом? Дайте сюда. Вот вам аргентинская. Ага. Пошли. Здравствуйте, Виктор Иванович. Шли мимо. И я хотел предупредить вас, что завтра не смогу прийти на урок. Это мой знакомый, Рон. У вас, случайно, нет кислого молока? У меня раскалывается голова. Должен вас огорчить. Не пью молоко. Предпочитаю чай. Я тоже обожаю чай. Особенно хороший чай подают в ресторане Хилтон. Там собираются поэты. В Хилтоне. Впервые слышу. Вы, Рон, почитайте, пожалуйста, журналы. А я пока поговорю с Виктором Ивановичем. Пожалуйста. У вас новая фотография. О, с кем это вы? Это премьер-министр. Да, иногда встречаемся с ним в литературном клубе. Впрочем, в следующий вторник мы вместе обедаем. Да. Он, видимо, очень ценит вас. Возможно. Он недавно посвятил мне венок сонетов. Хотел посоветоваться с вами, Виктор Иванович. Не знаю, как начать. Да, ради бога. Ну, прямо и начнете. Когда я был в России туристом в Новгороде, Пскове. О, моя мечта. Так вот. Я там познакомился с одной милой женщиной. Архитектор по профессии. Разведена. Да, но не в этом главное. Я написал ей письмо. Так. По-русски. О, ну и прекрасно. Не думаю. Надо бы проверить ошибки. А, с удовольствием. Так. С удовольствием. Так. Дорогой, большой симпатии. Не так. Нет, нет, нет. Так, я думал, я думал о том, что Совет Русь открыл... Неправильно. Нет, нет. Открыл новость, секунду. Открыл новость большой страницы в истории человеком дико. Дико совершенно ужасно. Ну, я так и думал. Ну, помогите, Виктор Иванович. Ну, так, ну, давайте, давайте. Давайте. Я потом перепишу. Да. Ну, конечно. И на розовые бумаги с вензелями. Ну, конечно, конечно. Кстати, я никогда не думал, что маниканцы настолько сентиментальные, а все люди... Здесь правильно? ...стаются людьми. Ага. Да. Ну, вот. Вот. Пожалуйста. Благодарю вас. В голову. Это же трагедия на охоте. Отдайте, отдайте фотографию. Пожалуйста. Ну, у меня есть анекдот. Его рассказал лорд Астр. Мы утомили хозяина, Рон. Извините нас за вторжение. Виктор Иванович, извините. Идемте, Рон. Почему вы меня тянете? Разве я плохо говорил? Я тороплюсь, Рон. У меня мало времени. Да, я действительно торопился. Я торопился к Лиле Ан. Из-за этого идиота-босса я еще не видел ее после Вашингтона. Ведь нужно было получить для него специально изготовленную хорошую снайперскую винтовку с мощным оптическим прицелом. Казалось бы, на вид простейшая операция, но ведь на границе свирепствовала таможня. Винтовку везли нелегально, в закамуфлированном, разобранном виде и передали мне через стойник. Прицел переправили таким же образом через день. Я опасался, что попал под слежку и по несколько часов проверялся перед каждой операцией. Отсиживался в кинотеатрах за городом. Винтовку и прицел пришлось на время спрятать в другой тайник. Не хранить же в гостинице. И вот, наконец, я на квартире Лилиан. 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 Приехал. Ой, как мне тебя не доставало. Ты давно вернулся из Вашингтона. Вчера, но очень поздно. Лилиан. А вот письмо от сестры. О, спасибо. Лилиан. Минуточку прости. Я должна прочитать. Лилиан. Дико. Все блестящее. Мне как почтальону положено на чай. Дико. Я должна признаться тебе. Снова всего лишь одна монета. Ну, как тебе сказать. Я могла бы промолчать, но это будет нечестно. Что ж ты такого натворила? Как тебе сказать. Как тебе сказать. Понимаешь, в этом письме... В общем, Дик, мне удалось договориться о закупке оружия. Подожди. Подожди, подожди. Я что-то ничего не могу понять. Вот теперь я смело могу сказать лидеру, что ты заслуживаешь доверия. Мы заключим новые контракты с твоей фирмой. Ты будешь работать здесь. Разве ты не этого хотел? Ну, ты сделала это без моего согласия, Лилиан. Разве ты не говорил, что симпатизируешь нам? Или я тебя неправильно поняла? Дело в том, что ты сделала это без моего согласия. Но этого требовали интересы республики. Я же выгляжу предателем. Перед кем? Перед самим собой. Перед Америкой. Конечно, я поступила не совсем этично, Дик. Но так нужно было для дела. Для дела? Для дела. Все для дела. Может быть, для дела стоит упрятать меня за решетку. Или повесить. Для дела. Да. Да. Мы вынуждены идти на это. Но кто виноват в том, что нам приходится использовать такие методы? Кто поддерживает тайны мятежников? Кто наложил эмбарго на продажу оружия? Да не надо валить все в одну кучу. Я к этому отношения не имею. Есть ты и я, два человека. Они два государства. У меня не было другого выхода. Извини меня, Дик. Я пойду, Лилиан. Ну, подожди. Я, конечно, не права. Нет. Мне нужно сейчас побыть одному. Ты придешь в пятницу на коктейль. Ну, ты же обещал. Не знаю. Ну, пожалуйста, приходи. Не знаю. В пятницу, Дик, слышишь? Приходи. Не знаю, не знаю, не знаю, Лилиан. Мисс. Слушаю, сэр. Посидите рядом со мной. Не понимаю, сэр. Принесите, пожалуйста, воды. Хорошо. Хорошо. День операции приближался. И я решил, пусть будет, что будет. В конце концов, не я же лично убиваю лидера. Это делает боссу. И кто мне лидер? Друг? Брат? Не я убью его, так убьют другие. Но он снился. Снился мне каждую ночь. С расколотым черепом на мостовой. Забрызганный кровью. Лидер, бессильно распростертый на носилках. Лидер, падающий ничком у машины. Вдруг он входил ко мне в комнату, весь изрешеченный пулями. Улыбался и трогал за плечо. Меня мучили кошмары. Целыми днями я пил успокоительные таблетки. Завтра. Скорее бы завтра. Ведь завтра, наконец, он обедает в клубе с Легрином. Вдруг мне позвонил Легрин и попросил... Нет, потребовал немедленной встречи. Извините, Дик. Извините. Извините за вторжение. Ну, произошло нечто весьма странное. Что случилось? Ваш звонок меня напугал. Добрый день. Вы один в номере, да? Да, один, Тор Иванович. Что, что, что? Вы знаете, что я обычно обедаю в клубе, да? Так вот, уже третий день подряд я вижу около клуба вашего, ну, вашего приятеля. Рона? Ну и что? Я наблюдал за ним. Он все время ходит по площади между мамой. Он какой-то, ну, он какой-то странный. Все может закончиться очень трагично. Но почему? Почему? Ну, как вам объяснить? Ну, хорошо. Вчера мне снова приснился тот старик. В руках у него была чаша. Он протянул ее мне. Я попробовал и почувствовал вкус крови. Кровь, понимаете? А в ней в крови отражалось лицо соловянными глазами. Лицо, лицо вашего приятеля. О, он убивает не только косуля. Он и на вас, на вас смотрит, как на косулю. Вы очень впечатлительны, Виктор Иванович. Я давно знаю Рона. Он славный, малый, примерный сын. О, я вижу, я вижу, как он сдавливает ваше горло. Как тонко хрустят и ломаются шейные позвонки. Бойтесь его, бойтесь. О, это бес. Успокойтесь, вам показалось. Вот уж не думал, что вы такой впечатлительный. Вы мне не верите. А я чувствую, я чувствую, я предчувствую несчастье. Так было и с ней, и с моей женой. Когда они впервые увидели друг друга, я все уже знал. Она только улыбнулась. И в этой улыбке я увидел и безрассудство, и беспамятство, и обнаженную жуть страсти. Нет, 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 нет. Что-то произойдет, случится с вами. Ну, это я чувствую. Ну, поверьте мне, чувствую. У нас шалят нервы, Виктор Иванович. Вам надо отдохнуть. Дик, Дик, вы не хотите меня понять. Ведь это я сам обрекаю волей небесной на смерть тех, с кем встречаюсь. И раскаиваюсь, что судьба слила меня с вами. Нет, 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 я буду молиться. Я буду молиться, и беда не тронет. Не тронет вас. Я отменил все встречи, даже с премьер-министром встречу. Я отменил, отменил. Только уединение, только одиночество. Я предупредил, я предупредил вас. Дик, вы слышите меня? Я предупредил вас. Прощайте. Прощайте, Виктор Иванович. И успокойтесь, успокойтесь. Черт возьми, этого еще не хватало. Легрин своими наитиями может провалить операцию. Боб, здесь какими судьбами? Почему бы нет? Фигера здесь, Фигера там. Прекрасно выглядишь. Что случилось, Боб? Что, ничего не случилось. Командир, он сюда. Я думаю, ты не откажешься от моей помощи? А? Или откажешься? Нет, что ты, Боб, я очень рад. Ну, как идут дела? Ну, ты понимаешь, неожиданно подвел русский. Ну, жаль. Но есть еще второй вариант. Да. Что, разве премьер-министр не собирается на банкет Клилиан Маккалин? Пока все по-прежнему. В пятницу. Боб, произошла одна неприятная вещь. Я нарушил инструкцию, провез письма Маккалин сестре и обратно. Что? Я не дал их на вскрытие. Не доложил, как положено. Почему? Не придал значения. В общем, мне нечего ответить, я виноват. Вот оно, ложное чувство порядочности. Ты знаешь о содержании писем? Нет. А, болван. Господи, какой же ты болван. Я понимаю. Я все понимаю, это серьезное нарушение. Ну, хорошо, хоть и сейчас сообщил. Ах ты, черт. Как же ты сделал такую промашку, старина? Боб, может мне отойти от операции? Ты найдешь новых людей? Нет, нет, что ты, что ты. Слишком много поваров портит бульон. Наоборот. Тебе нужно идеально провести операцию. Понимаешь? По высшему классу. Но ведь тебя не случайно прислали сюда. О, Господи, ты мнителен, старина. Послушай, ты, конечно, виноват. Но если мы проведем это дело, я сделаю все, что в моих силах. Я тебе помогу. Я докажу, что все это нужно было для завоевания доверия Макалин, для отвлечения внимания от операции, ну, я не знаю, там, для конспирации. Ну, я найду, что сказать. Ты же знаешь меня. Знаю, Боб, знаю. Ну-ка, встряхнись. Ну-ка, встряхнись. Встряхнись. Ты что, забыл, из какой мы породы выше нос? Вот давай. Вот за нашу встречу. Давай. За успех дело. Спасибо, Боб. Я всегда знал, что ты истинный друг. Но пить за успех я не буду. Я суеверен. Ну, как знаешь. Извини, я должен тебя покинуть. У меня важная встреча. Пока. Садитесь, господин Стэдсон. Благодарю вас. Рад познакомиться с одним из директоров уважаемой фирмы Юнверс. Мы всегда поддерживаем контакты с сотрудниками вашей фирмы. Теперь, если вы не против, поддерживайте контакты со мной. Что-нибудь случилось с господином Смитом? Нет, нет, нет. Просто неудобно, когда заместителем премьер-министра встречается обыкновенный служащий фирмы. Очень рад вашему приезду. Мы еще раз рассмотрели вопрос о компенсации фирмы. Одну минуточку, извините, об этом чуть позже. Сначала один деликатный вопрос. Недавно, когда вы были на приеме в одном посольстве, то забыли там небольшую папочку, а в ней был один любопытный документ. Боже мой! Нашлась! Да, нашлась. В документе излагались планы вашего правительства тайно закупить оружие через посредника использования в этом деле сестры Лилиан Макалин и сотрудника нашей фирмы Смита. Значит, вы не одобряете этих планов? Не так прямолинейно, сэр. Некоторые идеи заслуживают внимания, но мы же должны защищаться от мятежников, как вы думаете? Ну, это уж дело вашего правительства. Я вам не советчик. Скажите, уважаемый господин Орд, как кажется, завтра у вас торжественная пятница. Да, традиционная встреча старых боевых друзей, бывших в эмиграции в Лондоне. Вот-вот. Вы знаете, я подобрал для очаровательной госпожи Макалин прекрасный подарок. Фарфоровая статуя Мадонны. Она великолепно смотрится, особенно если ее поставить на пол. Из фарфора? Я не понимаю, а зачем это? В ней радиозакладка для подслушивания. Нет. Что вы? За кого вы меня принимаете? Одну милочку, садитесь, пожалуйста, господин Орденко. Всем известно о вашем бескорыстном служении Родине. Нам бы хотелось узнать кое-что об американском поданном. Речь идет о Смите. И только. Вот как? Но мне выполнять роль... Да помилуйте, какую роль? Подарите Мадонну, и все. Она будет в восторге. Помогите нам организовать прослушивание их разговоров. Это и в ваших интересах, и в интересах вашей страны, господин Орденко. Ну, хорошо. Только из уважения лично к вам. Ну, вот и прекрасно. И у меня еще одна совершенно незначительная просьба. Господин Орденко, уйдите пораньше с приема, если сможете. Как это прикажете понимать? Очень просто. Мне бы хотелось побеседовать с вами и еще раз рассмотреть вопрос о компенсации нашей фирме. Итак, до завтра. До завтра. Вот и наступил день операции. От таблеток я чувствовал себя вяло и пусто. Как будто жил и двигался не я, а другой, малознакомый человек. Все будет хорошо, думал я. В прострации боссу не промахнется. Босса не промахнется. К власти придет онка. И я, очевидно, продолжу с ним работать. Лилиан будет со мной. В чем дело, леди и джентльмены? Но как руководству стало известно о письмах? Этот вопрос мучил меня. К вечеру я надел серый костюм, в котором мне всегда везло. Купил букет красных гвоздик, любимые цветы Лилиан. И направился на банкет. Дип, почему так рано? У меня еще не все готово. Лилиан, лидер придет? Обязательно. Я сказала ему, что пригласила тебя. А как он реагировал? Нормально. Я еще сказала, что ты помогаешь нам. Да. Думаю, что напрасно. Еще кто-нибудь об этом знает? Ну, о письмах. Почему это тебя так волнует? В фирме кое-что стало известно. Не может быть. К сожалению, это факт. Мне сказали, что я веду себя нелояльно. Кто сказал? Руководство фирмы. У нас не могло быть утечки информации, Дик. Может быть, в Америке за тобой установлена слежка. С какой стати? В чем меня можно заподозрить? Ты точно никому не говорила? Нет. Ты меня расстроил, Дик. Извини. Минуту. Здравствуй, Эрнесто. Здравствуй, дорогая. Ох, какие у нас сегодня почетные гости. Я принес тебе фарфоровую статуретку. Спасибо. Но у меня сегодня не день рождения. Хотела сделать тебе приятное. Совершенно случайно набрел на эту вещицу. Спасибо, Эрнесто. Поставь ее куда-нибудь. Я пойду за вазой для цветов. Приятно видеть, господин Смит, что вы не гнушаетесь нашей скромной компанией. Почитаю за честь. Вы намерены провести здесь весь вечер? Наверное. Если не надоем. Приятные люди не надоедают. Благодарю. Желаю хорошо повеселиться. Благодарю. А я ненадолго. Дела? Эрнесто, можно тебя на минутку? Иду. Иду. Да. Я тебя слушаю, Лиля. Скажи, Эрнесто, ты никому не говорил о любезности, оказанной нам Смитом? Не понимаю. Выигрываешь время. Не знаешь, как ответить? Мне непонятен твой тон. А в чем дело? Юлиш, это ты. Ты. Ты всегда был в оппозиции. Ты не веришь в наше дело. Что ты молчишь? Я верю. Но я считаю, что мы еще не созрели для социализма. Человек слаб, порочен, консервативен. Как он построит новое общество? Нужен капитал, средства. Иностранные фирмы давали стране могучие точки. Это я уже видела. Нищую, голодную страну, жалкую колонию, которую мог... А заводы и роскошные отели... Для кого? Впрочем, к чему эта дискуссия? Кому ты рассказал о письмах? Что за чушь ты несешь? Ложь? Клянусь, я не говорил никому ни слова. Но я не хочу кровопролития гражданской войны. Вранье. Грязное вранье. И теперь, по твоей милости, мы остались без оружия. Ты трус и предатель. Ты трус и предатель. Замолчи, Лилиан. Это по твоей милости мы остались без оружия. Что ты говоришь? Да. Твой Смит сотрудник разведки. Мне это доподлинно известно. Ты влюбилась в американского шпиона. Желаю успеха. Господин Смит. Я прошу вас оставить мой дом. В чем дело, Лилиан? Повторяю еще раз. Господин Смит. Я прошу вас оставить мой дом. Вам здесь нечего делать. Лилиан. Вон. Вон. Такси. Такси. Быстрее в центр. Господин Легрин, Смит здесь? Смит? Нет. А почему он должен быть здесь? Фух, я весь мокрый от бега, дайте воды. Мы договорились увидеться у вас. Его согласие? Согласие? Извините, сэр. Хотите, почитаю, сэр. Я читал в школе стихи со сцены, получил премию. Да, премию. Будет сдернут Дэнни Дивер, вдоль шеренг ведут его. Я не приглашал. Я не приглашал вас. Я не приглашал вас. Прекратите. Внимание. Внимание. Совершено покушение на премьер-министра. Он убит. Это произошло в тот момент, когда он вышел из автомобиля перед домом своего политического советника Лилиан Маккалин, где должен был состояться прием. Полиция разыскивает преступников. Объявлено чрезвычайное положение. Это вы? Это вы убили его? Вы попали? Стой, стой, буду стрелять. Назад. Разве я плохо читаю стихи? Плохо? Что молчишь? Плохо? Да я прослюлю тебе череп. Плохо? Шеф, вы? Шеф, куда вы пропали? Что здесь происходит, Рон? Прекратите. Все в порядке, шеф? Какой выстрел? Лучший в моей жизни. Прямо в переносицу. Я так обратно, что побежал по дорожкам. Даже о собаках забыл. Выпил в кафе кислого молока. Но какой выстрел? Чудо. И вдруг взрыв. Я думаю, вы тоже спеклись. Взрыв? Какой взрыв? Внимание. Внимание. В семь часов пятнадцать минут вечера произошел взрыв в доме Лилиан Маккален. Все находившиеся в доме погибли. Полиция разыскивает преступников. Я думаю, вы тоже, шеф. Но, слава богу, вы живы. А знаете, я мог не попасть. На аптиский прицел вдруг села муха и жужжит. Будто планирует бомбардировщик, представляете? Ну, я тихо так свистнул, и она улетела. Вот так. Вот так, и она улетела. Боже мой, Лилиан. Лилиан. Успокойся, шеф. Надо скорее уматывать. Значит, собирались и меня. Меня, прошедшего все круги ада, ради Америки убить. За что, за что я жизнью своей рисковал, а не дерьмо. Надо уматывать, шеф. Надо уматывать. Ах, дейцы, вы никуда не уйдете. Спрячь оружие, Дик. Так, зачем ты убил их обоих? Что происходит, Боб? Ты о взрыве? Ну, что было делать? В случае промаха или осечки, лидер вошел бы в дом. Дело прежде всего, Дик. Дело. Хорошо, что онка согласился нам помочь. Так это онка. Значит, бомба была в фарфоровой мадонне. И я бы взлетел вместе со всеми, если бы она меня не выгнала. Да, конечно. Мы должны были тебя предупредить. Спасти. Но ты бы все рассказал своей красотке. Попытался бы спасти и ее. Провалил бы всю операцию. Где письмо этого русского? Давай его сюда, на стол. Скажи честно, Боб. Меня уберут? Зачем? Зачем? Операция проведена, окей. Ты никому не мешаешь. Ну, придется, конечно, подать в отставку. Все-таки ты вел себя нелояльно. Даже я, твой лучший друг, не верю теперь тебе, Дик. Представь себе, не верю. Какой я дурак, что влез в эту операцию. Вот оно. Вот оно, твое нутро. Из-за таких, как ты, мы теряем влияние. А разные обезьяны, вроде этого покойного лидера, смеют наступать нам на горло. Слюнтяй! Пора уходить. У меня к тебе последняя просьба, Боб. Доложи, что я погиб во время взрыва. Ради нашей прежней дружбы. Доложи так, Боб. Тебе это выгодно. Я буду молчать, обещаю. Ты должен вылетать в Америку со мной. Я исчезаю, Боб. Благодарю тебя за все. Постой. Руки. Ты не выстрелишь, Боб. В интересах дела. Не выстрелишь. Если здесь найдут еще мой труп, то сразу станет ясно, кто организатор операции. Прощай. Больше ты обо мне не услышишь. Идиот. Прошу вас, господин Старцев. Примерьте самые глубокие соболезнования правительству Соединенных Штатов Америки в связи с трагической гибелью лидера, господин премьер-министр. И позвольте поздравить вас с назначением на этот высокий пост. А, боже мой, когда же будет покончено с терроризмом? Он незабвенный учитель. Его утрата невосполнима. Да, да. Сейчас важно отменить национализацию. Вернуть фирмы бывшим владельцам. Это непросто. Ведь национализация проведена самим учителем. Он как Христос. Что скажет народ? Я вас не совсем понимаю. У меня есть противники в правительстве. Мой престиж еще невелик. Да, но для укрепления престижа будет организован ваш визит в Соединенные Штаты, господин премьер-министр. Сейчас не время для такого визита. Кстати, почему вы объявили по радио о розыске Смита? Ведь он же погиб при этом ужасном взрыве. Погибли. Его труп нашими службами не обнаружен. Дело в том, что Смит единственный свидетель. Как вы понимаете, это опасно не только для меня, но и для репутации Соединенных Штатов. Говорят, что к делу причастны русские. Я тоже так думаю. Но важно найти труп Смита. И еще один вопрос, господин Стэльсон. Страна разорена. Нам нужен большой заем. Кока-кола, сэр. Через час посадка в Мехико. У вас нет случайно шариковой ручки? Мне нужно написать письмо. О, прошу вас, сэр. О, благодарю. Дорогой Фредди, я хотел заехать к тебе в Мехико, но передумал. Дело в том, мой старый друг, что судьба сыграла со мной злую шутку. Над моей жизнью нависла опасность. Конечно, я мог бы сделать пластическую операцию, переезжать из страны в страну, каждую минуту ожидая пули из-за угла. Но я не могу. Я сойду с ума или выброшусь в окно. Но я нашел прекрасный выход. Я знаю, что на них действует только сила. Да, только сила. Иначе они меня угробят. В этом пакете ты найдешь небольшой конверт. Не открывай его, жди моего письма. Но если со мной что-нибудь случится, если меня убьют, я прошу тебя, я заклинаю тебя всей нашей многолетней дружбой отослать содержимое конверта в газеты. Извини, что не посетил тебя. Буду писать. Твой Дик. Наш самолет прибыл в Мехико. Стоянка один час. Мисс, спасибо. Вот ваша ручка. О, благодарю вас, сэр. Счастливого пути. До свидания. Здравствуйте, мадам. Мне нужен один билет до Лимы. Минуточку, сэр. Прошу вас. Рейс 12.44. Благодарю. Дорогой Фредди. Сначала я появился в Лиме под фамилией бельгийского гражданина Менкина, затем перелетел в Монте-Видео, затем в Гватемалу. Я тщательно проверялся, часто менял адреса. Все было спокойно. Так прошел месяц. Видимо, Боб Стэдсон не подвел меня. Они поверили в мою гибель. Наконец, сегодня я вылетаю в Вашингтон, кончаю письмо. Помни о моей просьбе, Фредди. Твой Дик. Окупайте Вашингтон! Сенсации месяца! Новое увеличение! Алло! Алло! Да? Джейн! Папа, папочка, это ты! Ты живой! Все в порядке, Джейн. Дочка, у меня мало времени. Да. Дик, Дик, Дик! Нам сказали, что ты пропал без вести, погиб. Слушай меня внимательно, Кейт. Мы должны уехать из Штатов. Дело очень серьезное, понимаешь? О том, что я звонил, никому ни слова, ни слова. Уехать? Что ты говоришь? Слушай меня внимательно. Сегодня в три часа дня я жду вас обеих у магазина сувениров напротив памятника Вашингтону. Ты не придешь домой? Дело очень серьезное, но касается нас всех. У меня нет больше времени. Ну, Дик! До встречи! Эй, Дик, Эй! Аппо-поморщиков президента! Господин Хиггс! Да, да. Здравствуйте! Это говорит Джон Сторвелл, журналист. Слушаю вас. У меня есть очень важное дело, которое касается интересов Центрального разведывательного управления. Это очень важное дело. Слушаю вас, господин Сторвелл. Я не хотел бы говорить с вами по этому телефону, господин Хиггс. Дело носит слишком серьезный характер. Не могли бы вы через час быть в телефонной будке у магазина Максвелл Лейн? Я вам туда позвоню. Меня это несколько удивляет, господин Сторвелл. Повторяю, в этом деле вы больше заинтересованы, чем я. Я буду вам звонить туда через час. Здравствуйте! Поедете со мной. Возьмите на всякий случай оружие. Мне кажется, это розыгрыш журналиста все. Мелочи. В разведке не бывает мелочей, Боб. Поторапливайтесь, Вильям, вы едете как черепаха. Обратите внимание, Боб. Да. Мистер Сторвелл откуда-то знает мой личный телефон. Почему он вызвал нас в телефонную будку? Из телефонной будки нам будет сложно руководить группами слежки. Неужели ему это известно? Конечно. И он боится, что мы его быстро схватим. Господин Хиггс. Да-да. В наших учетах Джонс Сторвелл не значится. Голос, записанный на пленку, сильно изменен. И по нашим фонотекам не проходит. В телефонной будке, откуда звонил объект, следов не осталось. Возьмите под контроль все переговоры с телефонной будкой у магазина Максвелл Лейн. Хорошо, сэр. Попытайтесь установить, откуда в этот раз звонит Сторвелл. И бросьте туда людей для задержания. Да, сэр. Свяжитесь с ФБР. Пусть подключат вертолеты для контроля за районом. Возможно, он на машине. Я постараюсь затянуть разговор. Слушаюсь, сэр. Вот ты, Максвелл Лейн. Придержите дверь будки, эстетсен, а то душно. Господин Хиггс, это Сторвелл. Слушаю вас с огромным вниманием, господин Сторвелл. Надеюсь, что дело представить взаимный... Будем говорить коротко, господин Хиггс. В моем распоряжении находятся все материалы об убийстве известного вам премьер-министра. Я вас плохо слышу, господин Сторвелл. Алло, алло! Телефонная будка квадрат 44-21. Туда двинуты три группы. Мы в километре двух от объекта. Алло, алло! Я вас плохо слышу, Сторвелл. Сторвелл. Алло! Алло, плохо слышу вас. Сторвелл, Сторвелл. Не валяйте дурака, Хиггс. Мне нужно за эти материалы сто тысяч долларов. Но это далеко не все. Я вам перезвоню в телефонную будку около табачной лавки на Оксбридж-стрит. Он не только сам меняет будки, но и заставляет нас. Материалы операции. Это же скандал с Тетсон. Этого нельзя допустить. Где он их получил? В телефонной будке никого нет, господин Хиггс. В телефонной будке никого нет. С вертолетов зафиксирована быстро отъехавшая машина. Она брошена на Гинн-стрит. Запах теловодителя отдан на экспертизу. Но он очень сильно перебит одеколоном. Возьмите под контроль телефону табачной лавки на Оксбридж-стрит. Я уже здесь. Это потребует времени, сэр. Знаю. Он себя обезопасил, Стетсон. Ну, интересно, что он нам скажет сейчас? Алло! Алло, господин Хиггс? Да-да. Если вы не хотите огласки, вам придется, кроме денег, дать письменные гарантии моей жизни. Но, господин Сторвелл, я не могу покупать кота в мешке. Покажите материалы. У меня мало времени. Сегодня в пять я вам позвоню в телефонную будку около зоологического музея. Мне нужно услышать, да или нет. Никаких дискуссий. Все детали обговорим отдельно. Имейте в виду, если вы попытаетесь меня задержать или устранить, материалы автоматически пойдут в печать. До свидания. Поехали обратно, Стетсон. Видимо, надо готовить деньги, сэр. Пожалуй. Господин Хиггс. Да-да. Нам удалось установить номер телефона автомата. Прекратите поиск. Он уже ушел. Мы пытались найти отпечатки пальцев на руле брошенной машины. Но объект, видимо, был в перчатках. Телефонную трубку он держал, обмотав носовым платком. На трубке случайно осталась ниточка. Это профессионал. Послушайте, Стетсон. А вы уверены, что Смит погиб? Совершенно уверен, сэр. Совершенно. Вы, кажется, были дружны с его семьей. Да-да. Позвоните на всякий случай. А вдруг придумайте что-нибудь с Стетсом? Вы же мастер на трюки. Ну, что, позвонить прямо отсюда, сэр? Если вам не трудно, и скажите, что он жив. Ну, что же. Алло, алло, Джейн, а? Джейн? Да. Здравствуй, милая. Здравствуй, это дядя Боб. Ты знаешь, у нас появилась надежда, что папа жив. Я очень рада, дядя Боб. Это такое счастье. Возможно, он вам позвонит. Ты скажи ему, что все в порядке, что мы все его ждем. Он настоящий герой. Он настоящий герой, наш Дик. Конечно. Конечно, дядя Боб. Я даже не знаю, что делать. Это такая весть. Я так рада. Извините. Я тебе еще позвоню, моя девочка. Она очень странно говорила. Вам не кажется? Да. По-моему, совершенно естественно, сам. А дом и телефон Смита стоят на контроле? Ну, какой был смысл ставить на контроль покойника? Ну, да. Алло, это Хиггс. Срочно возьмите под наблюдение жену и дочь покойного Смита. Все под самый тщательный контроль. Алло. Сэр. Да. Добрый день. Добрый день. Докладывает Хиггс. Неприятное известие. Неизвестный тип шантажирует и грозит опубликовать материалы операции Роза. Он требует денег и гарантий. Разве вы не знаете, что делать в таких случаях? Но если мы его уберем, материалы будут опубликованы. Дадим опровержение, как обычно. Да, но будет скандал. Общественное мнение... И прекрасно. Отстали от жизни Хиггс. Линия изменилась. Весь мир должен знать, что мы наказываем террористов. Это так называемое общественное мнение целые месяцы орало, что мы нападем на Ливию. И что? Разве это нам помешало сбросить бомбы? Террористы заслуживают террора. А этот премьер-министр был самым настоящим террористом. Вы что, со мной не согласны? Полностью согласен, сэр. Все. До свидания. До свидания. Алло. Это Хиггс. Передайте соответствующий отдел, что шантажиста необходимо локализовать. 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 Вы поняли меня? Что с вами? Боб, вам не здоровится? Примите таблетки. Вот мы и приехали. У меня будут к вам кое-какие вопросы. Стэдсон. Где он, мама? Я его не вижу. Вон он. Справа от магазина. А? Боже мой. Как он похудел, а? Дик! Дик! Папочка! Мы здесь, Дик! Дик! Папочка! Дик! Папочка! Леди и джентльмены. Мы склоняем головы перед прахом Дика Смита, героя Америки, павшего от злодейской пули красных террористов. Как древнеримские легионеры являлись воплощением могущества Цезаря и блеска Римской империи, так и американцы, подобные Смиту, олицетворяют силу и дух Соединенных Штатов. Страны свободы и демократии, уважающие суверенитет всех больших и малых стран на нашей многострадальной планете. Продолжение следует... Продолжение следует...